В Казахстане появилось новое министерство водных ресурсов и ирригации. Создать его поручил глава государства на фоне острого дефицита воды в стране. Президент отметил, водосберегающие технологии внедряются у нас крайне медленно. К тому же мы не умеем экономить столь важный ресурс. Новое ведомство как раз и будет решать проблему нехватки воды. Необходимо решить вопрос накопления талой воды и потерь при ее передаче. Ведь это наш внутренний резерв. Для этого нужно построить 20 новых и реконструировать как минимум 15 действующих водохранилищ. Модернизировать и оцифровать не менее 3,5 тысяч километров каналов. Задача к 2027 году обеспечить дополнительно около 2 кубических километров воды. В рамках министерства создадут национальную гидрогеологическую службу. Реформированию подвергнется вся система управления водным хозяйством страны, включая такие ключевые компании, как КАЗ «Водхоз» и Нуринский групповой водопровод. К слову, с дефицитом воды уже в этом году столкнулись как жители крупных городов Казахстана, так и крестьяне. Только в Жамбылской области, которая питается сразу из двух водоемов Кыргызстана, сгорело свыше 7 тысяч гектаров урожая. Новое министерство, по словам президента, должно работать быстро и решительно, а также ввести правильную внешнюю политику по трансграничным каналам и оперативно приумножать хозяйство внутри страны. При этом казахстанцев будут учить экономить воду уже со школьной скамьи. О том, что в учебной программе может появиться новый предмет, сегодня заявил министр просвещения. Экономия воды на уроках дополнительных внешкольных мероприятиях предусмотрена, но с учетом нынешней послании, наверное, необходимо усилить в данном направлении работу, воспитательную работу в школах. Поэтому будет принята отдельная программа, которая усилит формирование наших учащихся, среди наших учащихся культуру экономии воды. Продолжение следует...